Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В сравнении с началом года увеличились на 5% до 16 миллиардов рублей. Программа Экономика. Мошенник обещал освободить предпринимателя от проверок налоговой. Первомайский районный суд Кирова вынес приговор жителю Нижнего Новгорода. Он ввел в заблуждение руководителя нескольких кировских предприятий и получил 2 миллиона рублей. А при передаче еще 200 тысяч был задержан полицейскими. Деньги якобы предназначались для дачи взятки сотрудникам ОФНС России за то, чтобы они не проводили проверки в отношении его фирм. По данным прокуратуры, нижегородцы назначили 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб 2 миллиона рублей. Экономика. На 101 ФМ. Далее информация на правах рекламы. Почти 6 тысяч кировских организаций могут исключить из единого госреестра юридических лиц. Столько записей о недостоверности внесли представители налоговой в реестр. В сентябре оснований для этого, значит, для последующего исключения юрлица из реестра у ФНС прибавилось. Теперь фирма оказывается под угрозой не только в случае, если год не подает налоговую отчетность и не осуществляет операции по счету, рассказывает руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. С 1 сентября налоговая служба получила право без суда исключать компанию из ЮГРУЭЛ, если запись о недостоверности значится в реестре более 6 месяцев. Зачастую данная запись появляется по строке «Юридический адрес». Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл заблаговременно скачать на сайте ФНС электронные выписки из ЮГРУЭЛ по своей компании и своим главным контрагентам. В выписке можно посмотреть, есть ли вне записи о недостоверности. Такие отметки налоговики ставят под теми сведениями, которые посчитали фиктивными. Еще одно новое основание для исключения – отсутствие у фирмы денег на расходы в случае ее ликвидации. Защитить ваш бизнес могут только грамотные специалисты. Компания «Бухгалтерья» почти 10 лет на рынке бухгалтерских услуг. Телефон 46-42-81. Экономика. В завершении валютах. Доллар сегодня 59,62. Курс евро 69,68 рубля. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Программа «Экономика» на 91-8-8-8-7- echo. Программа «Экономика» на 71-98. Программа «Экономика» на clip-80 миллипендации.